День на Думской По-разному можно понимать это И действительно, наверное, у конкретно этой ситуации будут как сторонники, так и противники подобного А именно то, чтобы девочки в возрасте 8-11 лет представали миру в таких образах Достаточно откровенных, достаточно резких и смелых, я бы сказал Связано это с чем, по-вашему? Могу предложить варианты ответа Это связано с тем, что родительский контроль отсутствует Или желание стать знаменитым в возрасте 8-11 лет любым способом берет верх И при этом отсутствует жесткий контроль со стороны закона и разного рода наказания за что-то подобное Многопрофильный вопрос оказался Смотрите, я не думаю, что в этом возрасте можно мечтать о каком-то успехе, славе И понимать, кто такая модель, что это за профессия, что делается Дети доверяют взрослым вообще абсолютно Они не знают мир, у них не сформировано критическое мышление Они не ответят на вопрос, кем я хочу быть, что я хочу делать Просто в силу того, что они не знают, что это из себя представляет Поэтому к детям подходят, предлагают веселое, интересное, классное И они к этому относятся как к яркой игрушке Да, здорово и интересно Осознание того, что с ними делали, приходит позже Когда уже все формируется в голове самостоятельно То есть в 20 лет эти девочки обернутся назад И будут в ужасе от того, что с ними сделали взрослые По поводу родителей, контрольный контроль Это скорее родительское желание Заработать, чтобы ребенок принес доход Да, то есть, чтобы он был знаменит Я не смог, так вот, сделаю точку Но нередко после таких фотосессий дети действительно становятся знаменитыми Их приглашают сниматься в кино и так далее Давайте мы посмотрим кадры из этой фотосессии В нашем информационном сюжете и продолжим В Одессе фотосессия фотографа Анны Домбровской Где 12-летние девочки позируют, как половозрелые девушки Для взрослых журналов Вызвала бурную реакцию у горожан Как оказалось, это реклама коллекции детского нижнего белья Дизайнера Анны Френкель На фотосессию уже обратил внимание Уполномоченный президента Украины по правам детей Николай Кулеба Я вижу в этих действиях признаки эксплуатации ребенка И привлечения детей в наихудшие формы детского труда Но квалифицировать эти действия И принять меры по привлечению виновных к ответственности Должны правоохранительные органы Ожидаю, что по данному факту будет открыто уголовное производство Опрошены все участники, заказчики Выяснено намерение и то Осознавали ли дети, что с ними произошло Виновные должны быть наказаны Пользователи соцсетей начали бурное обсуждение Приемлемо ли снимать маленьких девочек С таким макияжем и в подобных позах Но большинство комментаторов все же сочли Такое фото неуместным и слишком пошуми Для детей такого возраста В полиции уже заявили, что грядут разбирательства Публикация фотографий девочек в белье Может обернуться для них серьезной опасностью Так как подобные фото могут вызвать Интерес у людей с нарушенной психикой Вплоть до того, что они захотят узнать адрес семьи И попытаться выследить ребенка Сейчас назначены соответствующие экспертизы После которых следователь сможет принять решение и квалифицировать статью К ответственности привлекут родителей школьниц Отметим, что некоторые пользователи выступили на защиту фотографа и дизайнера Сказав, что такая съемка была разрешена родителями А законом такие фотографии не запрещены К слову, теперь точно уж популярности у них хоть отбавляй Правда, разных оттенков это популярность И хотели бы они этого или нет Возможно, они должны ответить и подумать Ваше мнение по поводу ответственности Кто должен ее понести? Ответственность, конечно, должны нести родители Они могли быть обмануты просто Кто, родители? Да, так слово часто бывает и со взрослыми Взрослых обманывают Ну, в смысле взрослых, которые участвуют потом в фотосессиях И используют снимки там по-разному Слушайте, это отличная отмазка Вот я, не понимая, что происходит Снимая с себя ответственность Меня обманули Я здесь вообще ни при чем Но наверняка они же подписывались под этим Это нижнее белье Это сексуализация ребенка Которая травмирует Девочкам уже сейчас показывают Для чего они нужны Их предназначение И главное, это их тело Все Это в дальнейшем будет печальные последствия Я бы... Мне грустно за этих детей Поэтому ответственность должны нести родители Которые под это подписались И снимать нельзя Кто обманул? В чем обманул? Я не вижу здесь обмана Я вижу здесь последствия Родительской неосознанности Что касается пользы для развития детской психики Разного рода конкурсов красоты Где происходит, по сути, такая подмена понятий Имитация детьми Поведения взрослых на подиуме, например Что касается пользы для психики Несет вред или все-таки как-то помогает адаптироваться Там, интегрироваться во взрослую жизнь Ну, это ж сексизм в чистой воды Гендерные вот такие моменты Чем привлекательно женщина Рассказывает мир взрослых? Девочки Телом Точка Не будет ли этот ребенок мечтать Вырасти ученым и изобрести лекарство от рака? Вряд ли Она усваивает определенные социальные модели поведения Кто я? Чем я ценна? Для чего я нужна? А тело? Хорошо Мне кажется, что вы очень резко в этом отношении рассуждаете Что ребенок, получая определенные впечатления в этом возрасте Уже вряд ли будет, скажем, ученым Вероятность, смотрите Тут играет роль вероятность Это может быть развлечение Это может быть случайная какая-то история в жизни За которую потом, возможно, ребенку будет сильно И мы сейчас смотрим на этих молодых девочек А в результате через 15-20 лет Это будущее Украины Ученые и политики, которые поведут правильно Украину в нужном курсе Вот можно и так рассуждать В разной ситуации Можно Если бы я не знала, как формируется психика Как формируются когнитивные установки Я бы могла допустить ученую степень у любой девочки И допускаю Но степень эта снижается С каждой подобной фотосессией это снижается Потому что ученые условно это долгий путь и непросто А для фотосессии много не надо Нужно просто, чтобы макияж наложили, красивое белье надели Все Слушайте, а это время, в котором мы сейчас живем Диктует определенные вот такие нормы морали Или наоборот, время настолько удивительное по-своему Что оно двигает эти нормы морали Опуская до разного уровня Или поднимая Уже тут рассуждать нужно Я не думаю, что у нас Ну скажите, это на ваш взгляд может быть тенденцией Если на это не обратить вниманием Со стороны общественности Со стороны правоохранительных органов Обратить внимание родителей И это станет тенденцией Скоро будут через каждого, скажем, дизайнеры Приглашать в качестве модели молодых девочек Ну совсем молодых Либо это имеет частный характер И больше такого не повторится Потому что гнев и критика общества Будет, ну, жесткой А тут все зависит от родителей И от их восприятия И отношения к собственным детям И отношения к тому, кем они бы хотели видеть Своего ребенка в будущем И чему готовы в этом случае поспособствовать Да, то есть образованию Развитию, спорту, танцам В музыкальной школе Или фотосессии в нижнем белье Тенденция, я думаю, что это Это как раз следствие того Что у нас уже давным-давно Есть модельные для детей Разные агентства, да Да, давайте тогда вот Их там пикетировать Призывать их к каким-то нормам морально Соответствовать Я не знаю, чему учат в этих модельных агентствах Ходить, например, осанки Красить лицо Делать макияж Причесывать волосы Понимают ли дети, зачем это? В смысле, зачем девочке волосы уметь себе причесать? Или там с ровной спиной ходить? Это все можно Ровная спина может появиться от занятий спортом А можно это получить от людей Которые там в модельных агентствах Преподают какие-то манеры Это уже индустрия моды И если родители осознанно туда Вовлекают своего ребенка Понимая, что... То есть модельные агентства это зло тоже? Нет, я так не говорила Я не отношусь к этому как к абсолютному злу Это мода, мир, искусство Но дети неосознанно Личности еще не сформированы И как отразится обучение их ходьбе по подиуму Я не знаю Ну хорошо, к вашей личной практике Если, например, обратиться Были ли у вас случаи с нарушением детской психики Вообще, ну, связанные с каким-то Ну, вот, когда ребенка превращают, по сути, в сексуальный объект Либо там с помощью рекламы Либо, возможно, какое-то давление в семье Я не знаю, как это может проявляться Однако Я не работаю с детьми Но у меня были клиентки Женщины, которые были травмированы Ну, скажем так, подобным опытом Ну, или так, например, да Да, то есть были И это мы работали с самооценкой Потому что отношение к себе как к вещи То есть я ни на что больше не годна Я должна быстренько следить за собой Все должно быть красиво и идеально Потому что в любой момент вот нужно А вы скажите, пожалуйста Ну, мне у каждого есть свое мнение И, возможно, оно сформулировано где-то очень близко С общим каким-то таким Ваша конкретная позиция Почему это плохо? Фотографировать детей в нижнем биле? Да, нет, вот данная конкретная фотосессия Для каждой девочки Почему плохо? Потому что если мы уберем контекст того, что это реклама Это смело можно отнести уже к порнографии Вот, взять и отнести Вот взять, вот убираем По-другому назвать, что ли? Да, да, убираем вот все Вот, полуобнаженные девочки Что мы видим, если не знаем, что это реклама Ну, что? Как представьте себе, что это не реклама Что мы видим? Ну, это первый шаг на пути К полноценной детской порнографии Следующий кадр какой? Нет пеньюара Да, следующий кадр какой? И все-таки какая реакция должна быть правоохранительных органов И какая реакция должна быть на родителей? Самое главное Я думаю, что здесь важно работать с родителями Как вы сказали, правоохранительным органам Так и психологам Как-то выяснить, какой мотив у родителей Что понимали ли они Понимают ли вообще, что за этим стоит Потому что сами родители Они являются Их отношение к этому является результатом того Что они выросли в социуме Где ярко выраженный сексизм Гендерные проблемы К сожалению Отношение к женщине Как к определенному сексуальному объекту Точка И по сценарию Поколения выращиваются таким образом Растятся таким же образом Родителей С родителями надо пообщаться Обсудить Зачем они это делают И понимают ли они Последствия Этого А дизайнер, который предлагает Такую работу Я бы Всех к психологу И фотографов И всех Потому что неужели В этой огромной массе людей Не нашлось никого Кто сказал бы Ребята, что вы делаете Вот что вы делаете Услышали вас Мнение ваше Понятно Анна Цуканова Психолог Была у нас в гостях Прерываемся на короткую паузу И возвращаемся в студию Продолжим Редактор субтитров А.Семкин